Дорогая Церковь Название сегодняшней темы Царство Божье без этого недоступно Я заметил, что даже сегодня утром на субботней школе в молитве Александр, обращаясь к Богу, говорил о спасении Вернее, о том, чтобы никто из нас не потерял спасение Чтобы Бог направлял, управлял, руководил, помогал нам понимать истину Как мы должны жить, чтобы в день Его возвращения мы все были в числе спасенных Я также замечаю, что достаточно часто матери, отцы молятся о своих детях тоже в этом же ракурсе Я сам тоже являюсь отцом троих детей Теперь уже шестерых детей и двух внуков И я понимаю, насколько эта молитва важна Когда ты не знаешь, что именно сейчас переживают твои дети Как они справляются с теми жизненными вызовами Которые встречают на своем жизненном пути Мы молимся о том, чтобы они были благословлены уже в этой жизни И, конечно же, о том, чтобы они были в вечности Заметьте, когда мы совершаем молитву благословения Тут, на сцене над маленькими детьми Или на каждом венчании или бракосочетании По сути, мы же молимся о том же самом Мы молимся о том, чтобы Бог даровал благополучие Тем людям, о которых мы молимся на этой земле И жизнь вечную Да, и каждый из нас Когда мы склоняемся на колени утром В начале рабочего дня Особенно О чем мы молимся? Мы молимся о том же благословении На день сегодняшний, в наших трудах Ну и о том, чтобы Бог сохранил нас для вечности По сути, главное чаяние Верующих людей Оно в этом и состоит Чтобы при любых обстоятельствах Мы оставались верны Богу И были детьми Его до конца Если же это является таким большим чаянием Каждого из нас Осознаем ли мы, а что же является нашей задачей В этом плане В последнее время мы очень много проповедуем О благодати Божьей И я не собираюсь говорить что-то другое сегодня Потому что я верю, что прощение и спасение Это большой подарок, который Бог дарит каждому из нас Но с другой стороны, я очень хорошо осознаю Но спасение это не что-то, что Как это правильно даже сказать Чем можно Или по-другому скажу К чему можно с пренебрежением отнестись Сегодня на той же субботней школе Речь шла о том, что Ну, мы должны это приобретать Покупать Истину, правда? То есть это чего-то нам стоит И размышляя над вопросом нашего спасения Я заметил, что есть одно качество Без которого человек Царства Божьего не наследует Это качество очень созвучно с тем О чем мы в принципе сегодня говорим О вечере Господне О страданиях Христа Но оно совсем не созвучно с современным обществом И с теми тенденциями, которые в этом обществе развиваются Речь сегодня пойдет о смирении Я хочу вначале прочитать определение Оно очень короткое Что такое смирение? Согласно словарю Смирение – это отсутствие гордости И готовность подчиниться чужой воле Как вам такое? Готовность подчиниться чужой воле Согласитесь, что это совсем непопулярное выражение В нашем современном обществе Непопулярное выражение Как это? Мы же призваны к свободе Как это? Кто-то должен подчиняться чужой воле Это что? Я должен как-то растоптать свое я Свое достоинство Свое мировоззрение И просто подчиниться чужой воле? Слушайте, а может это касается только наших взаимоотношений с Богом? Ну, тогда по большому счету Может это и правильно Интересно, когда вы в гугле Вот вобьете это слово Смирение То вы увидите, что первые статьи И всякие высказывания Которые встречаются на эту тему Они все связаны с религией То есть смирение Это чай или удел Религиозных людей А если люди неверующие То такой вопрос, как смирение Он вообще как-то, наверное, их не касается Но давайте посмотрим на это с разных сторон Конечно, так как мы говорим, что смирение Это очень важная составляющая И мы еще поговорим чуть позже Почему части нашего с вами спасения То я хочу с этого и начать Смотрите, что Библия говорит о роли смирения В плане нашего с вами спасения Я читаю Псалом 149, 4 стих И тут написано Потому что Господь благоволит к своему народу И возвеличивает Смиренных спасает Кого спасает? Смиренных Еще одно место Евангелия от Матфея 5 глава, 5 стих И там написано так Блаженные кроткие И если вы увидите Если возьмете оригинал То там тоже слово Которое говорит о смирении Или блаженные Смиренные Потому что они Наследуют землю То есть оказывается Для того, чтобы наследовать землю Или для того, чтобы получить спасение Нужно Смирение Это одна сторона Есть еще одна сторона Смотрите, какую роль смирения Играет в нашей с вами повседневной жизни Я вначале сказал Мы молимся о том Чтобы наши дети Не были потеряны Для Царствия Небесного Ну и конечно же Молимся, как я уже тоже говорил Об их благополучии Сейчас И вот что Библия говорит о роли смирения В повседневной жизни Написано так Перед падением Человеческое сердце Заносится А смирение Предшествует Славе То есть для того, чтобы человек В этой жизни был прославлен Или чтобы его уважали Чтобы его любили Почитали Нужно что? Нужно смирение Еще один текст Это книга тоже притчей 22 глава 4 стих Награда за смирение И страх перед Господом Богатство И слава И жизнь Не то ли это? Чего мы желаем нашим детям? Да и самим себе тоже Прочитаю еще раз Награда за смирение И страх перед Господом Богатство И слава И жизнь Оказывается Смирение Оно Решает Те самые главные Два вопроса Которые мы постоянно Ставим перед собой Как бы улучшить Нашу жизнь сейчас Благополучие В нашей жизни Ну и как при всем этом Не потерять жизнь вечную Или приобрести жизнь вечную И заметьте Что и для одного И для другого Нам Нужно Смирение Повторюсь Что такое смирение? Это готовность Подчинить себя Чужой Воле Вроде Когда мы говорим Об этом вопросе В плане Наших взаимоотношений С Богом Тут все понятно Что означает Проявить смирение По отношению К воле Божьей Это означает Жить в согласии С Его заповедями Если Библия Говорит Что воровать Нельзя То даже Если очень сильно Хочется Ты смиряешь себя Ну бывает Такой момент Что может Хочется что-то взять Чужое Ну может У кого-то бывает И вот Наступает Тогда момент Борьбы Мы можем Находить для себя Массу оправданий Я даже На этой неделе Разговаривал С одним человеком И это была Тема разговора Как раз была Вот в этом ракурсе Мне очень приятно Что он задается Этим вопросом Что его это волнует Мы думали А как правильно Повести себя Потому что С одной стороны Это может Как раз Выглядеть Как воровство А с другой стороны Может это И все нормально И тут ничего особенного нет То есть Когда мы с чем-то Похожим Сталкиваемся Мы начинаем Размышлять Анализировать И это то К чему Библия Призывает нас Чтобы проявить Смирение Или подчинить Себя чужой воле Я должен Принять Решение Что я хочу Это сделать К сожалению Это не естественно Для нас Друзья Для грешного Человека Это не естественно Вот возьмите Даже маленького Ребенка Когда ты ему говоришь Подожди Постой Не иди Что он Сразу Слушает вас И точно делает То чем вы его Просите Массу усилий Надо приложить А порою Приложить Надо Усилия Если уже Ничего не помогает Только лишь Почему Потому что Смирение И повторюсь Неестественно Для нас Неестественно Это борьба Которая Происходит В нашей С вами Жизни И для того Чтобы Не воровать Не обманывать Не прелюбодействовать Не завидовать Для того Чтобы остаться Быть верным Богу В плане Первой заповеди Второй Третьей Или четвертой Нам нужно Перенять решение И прилагать Усилия Я понимаю Тут конечно Есть много Деталей На что Именно Надо обращать Внимание Для чего Именно Нужно Прилагать Усилия Я слышал Недавно Тоже Очень интересную Проповедь Павел Гоя Проповедовал И вот Акцент Который он Делал Что Нам надо Прилагать Усилия Для того Чтобы быть С Богом А Бог Уже будет Производить Изменения В нашей С вами Жизни Но Порой Это очень Сложно Разделить Очень Сложно Разделить Потому что Что означает Прилагать Усилия Чтобы быть С Богом Но Это Заключается В том же Когда Например Тебя Кто-то Вывел Из себя А Бог Говорит Что Смиренным Дает Благодать А гордым Противится Что Ты Делаешь Ты Говоришь Господи Дай Силы Помоги Справиться С этим Всем То есть Ты К Богу Идешь Но Ты Прилагаешь Усилия Тоже Очень Сложно Это Разделить Где Наши Усилия А где Бог Что-то Совершать Внутри Каждого Из нас Но Все Равно Когда Мы Говорим О Наших Отношениях С Богом Тут Проще Потому Что Вот Он Бог Ну И Вот Он Я Малому Перед Большим Смириться Намного Проще И Легче Потому Что Я Понимаю Что Это Закономерно Но Есть Одна Деталь Библия Говорит Не Только О Смирении Перед Богом Библия Говорит И о Смирении Нашим Друг Перед Другом Я хочу Прочитать Еще Несколько Стихов Послание Апостола Павла К Филиппийцам 2 Глава 3 4 Стихи Тут Написано Не Делайте Ничего Из Эгоистичных Или же Тщеславных Побуждений Будьте Скромны И Считайте Других Выше Себя Руководствуйтесь Не Только Своими Интересами Но И Интересами Других Как Это Не Созвучно Современным Обществом Я Недавно Наткнулся На Такую Пост В Фейсбуке Где Речь Шла О том Какие Цитаты Или фразы Из Советского Союза До сих пор Ограничивают Свободу Личности И так Далее Я Когда Почитал Эти Высказания Я Подумал Хм Может Они Были И Не Такие Уж Плохие Нас Учили Жить Комуной Вы Помните Да Не Выпячиваться И Я Так Подумал Ну Может Это Неплохо Когда Я Стою В Очереди За Едой Думать О том Что за Мной Еще Кто-то Стоит И если Например Повар Не Рассчитал И я Вижу Сколько Там Кастрюли Еще Борща И Вижу Сколько За Мно Еще Людей И если я скажу, вы знаете, а давайте мне только одну, ну, один черпачок, хотя там поместилось бы, может, еще больше до краев, но я подумал о тех, кто позади меня, а не только о себе. Ну, по большому счету, нас этому учили, да, делиться или еще что-то. Или нас учили, например, что если ты сидишь в автобусе и зашла женщина или девушка или человек постарше, то надо было встать, пренебречь своим желанием для того, чтобы позаботиться о ком-то или подумать о ком-то. Думайте не только о себе, говорит Священное Писание, а думайте о том, как удовлетворить нужды и желания тех, кто рядом с тобой. Может, это неплохо, что нас этому учили в наших школах, ведь, оказывается, этому учить и Священное Писание. Послание того же апостола Павла, но теперь Колоссянам, 3 глава с 12 стиха. «Поэтому, как избранные святые и любимые Богом, оденьтесь в сострадание, доброту, смирение, кротость, терпение, будьте снисходительны друг к другу и прощайте друг другу все ваши обиды. Прощайте так, как Господь вас простил». Кротость, смирение, терпение. Вы заметили, что тут в Соединенных Штатах Америки по большому счету все говорят друг к другу или обращаются друг к другу на «ты». Серьезно? А мне почему-то кажется, что все обращаются на «ты». Потому что, когда мы говорим, мы говорим, славяне, общаясь друг с другом, мало кто обращается на «вы». Я вам задам вопрос, а ваши дети к вам как обращаются? Так если все американцы обращаются на «вы», а наши славяне все обращаются на «ты», почему? Мы что, не поняли значение слова «you»? Я знаю, это множественное число. Как, как? Ну да, мы только, американцы только к Богу обращаются на «ты», а ко всем остальным обращаются на «вы». Вы это знали? А у нас как-то наоборот. Не то чтобы я считаю, что это неправильно или еще что-то. Кто-то наоборот говорит, да не говори мне «вы», я чувствую себя уже полным стариком. Говорите мне «ты», я как-то чувствую себя еще помоложе. Я ничего не хочу тут как бы подчеркнуть в этом моменте. Я не за то, какое слово мы используем. Я за то, как мы строим отношения. Понимаете? Ведь можно говорить «ты», но с большим уважением. А можно говорить «вы» и вообще без уважения. Я вернусь в начало. Мы молимся о благополучии наших детей. Мы молимся о своем благополучии. Мы молимся о спасении их, ихним и нашим. Но вы понимаете, от чего это зависит, согласно тем текстам, которые мы только что прочитали? И если оно зависит от смирения, то значит, чего нам надо учить наших детей и чему надо учиться самим? Уважению, почитанию, смирению. Стремлению не тому, чтобы угождать своим желаниям, а думать и о том, а как при всем этом чувствуют себя люди, которые вокруг меня. Знаете, что это относится ко всем? Без разницы в возрасте. Без разницы в возрасте. Я рад, что в нашей церкви нету полемики по поводу внешнего вида, одежды. Но согласитесь, что когда этот вопрос возникает... Ну, правда ж нету, да? Ну, честно, я готовлю проповедь в ближайшее время, когда там я по графику буду. Я хочу коснуться этого вопроса. Потому что я же обещал, что раз в год буду об этом говорить. Чувствую, что весна пришла, потеплела. Ну, чуть-чуть, я немного, я аккуратно буду говорить. Я вообще буду говорить о мужчинах, а не в одежде. А та, это костная сторона этого вопроса. Но заметьте, что даже внешним видом, когда мы куда-то приходим, мы проявляем уважение к одним или к другим. Правда? Вот я, когда куда-то собираюсь, я же думаю о чем? Только о себе, как я выгляжу? Или о том, куда я иду и с кем я там буду? Ведь если я думаю, да, а мне все равно, что как думает, главное, что мне нравится. Имею я право так думать? Имею, конечно. Но тогда это совсем не созвучно с тем текстом, который мы только что прочитали. С другой стороны, если кто-то уже пришел в наше общество, и он, ну, прям не такой, как мы. Теперь я стою на этом месте и, планируя общаться с ним, или ему что-то сказать, или ей что-то сказать, я должен думать только, как я сейчас себя чувствую, или как он может себя почувствовать после моего разговора. Теперь кто должен проявить смирение? Я, который уже тут. То есть вы понимаете, насколько это созвучно с двух сторон. И повторюсь, это не зависит от возраста. Смирение, уважение друг к другу нужно каждому. Тем более, что от этого зависит наше с вами спасение. Еще один текст. 1 Петра 5, глава 5 стих. Вот прям сейчас он мне должен очень сильно понравиться. Вы же молодые, подчиняйтесь старейшинам. И вы знаете, что тут слово старейшина, там еще и пресвитером, да? Elders. Это ж старейшина, по большому счету. Пасторам, пресвитерам. И все по отношению друг к другу облекитесь в смирении, потому что Бог противник гордых, но смиренным он дает благодать. Но я-то очень хорошо понимаю, что я же не самый старший в этой церкви. Но не старейшина, в крайнем случае, точно. Значит, есть те, кого почитать и кому с уважением должен относиться и я. Замечаете? Я вам скажу одну деталь. Если вы пользуетесь библейским поисковиком, то впишите туда слово «смирение». Вы увидите, что текстов, которые говорят о смирении нашем по отношению друг к другу, намного больше, чем текстов, которые говорят о смирении нашем по отношению к Богу. Повторюсь, причина. Потому что смирить себя перед Богом намного проще, чем смирить себя друг перед другом. У нас сегодня будет обряд вечерей Господней, обряд многоомовения в разряде вечерей Господней. Нас на последнем совете поднимали мы вопрос. Ну, вообще идея была там, началось все с того, что было предложение, что, может, мы будем использовать бумажные полотенца, чтобы было меньше работы, там, деканам, чтобы было проще. Ну, мы подумали, что это как-то, наверное, ну, нет. Ну, короче, мы отказались от этой идеи. Но сразу же за этим пошел разговор о том, что нам не хватает, ну, кто будет мыть ноги в малом зале? Женщины будут дальше мыть или семьями будут умывать ноги друг к другу? У нас возник вопрос, а что у нас в последнее время так много людей моют ноги только своим женам и своим мужьям? Может, надо больше семинаров про семейные взаимоотношения, раз у людей такие конфликты, что они только друг другу ноги моют? С другой стороны, сказали, что, ну, вообще-то, это же не означает, что ноги надо мыть только тому, с кем ты поссорился, да, или с кем у тебя был конфликт. А если у тебя ни с кем не было конфликта за эти три месяца, то что, никому не мыть ноги? Да нет. Христос оставляет нам обряд смирения только лишь для того, чтобы показать путь к спасению. Если я мою ноги своей жене только лишь потому, что мне не хватает смирения помыть ноги еще кому-то, то это проблема. Но если я с удовольствием могу помыть ноги кому угодно, ну, решил помыть ноги своей жене, то это тоже не проблема. Ну, и по большому счету, если с кем-то и возникают у нас чаще всего какие-то недопонимания, то они все же больше в семье, чем за пределами. Ну, подумайте над этим. Что нами, ну, какова причина? Что нами движет? В этом плане тоже. Закончить наши короткие размышления я хочу еще одним отрывком из Священного Писания. Ведь когда мы говорим о смирении, то нельзя не коснуться самого Иисуса Христа, который в плане жизни на этой земле является для нас невероятным примером. Нам сложно понять, что там на небе происходит. Хотя какие-то отдельные тексты библейские, они говорят, как там, например, ангелы приходят на поклонение перед Богом, закрывают свои лица, тело, падают ниц, и все говорят, свят, свят Господь, Савов. Мы находим атмосферу вот этой святости, смирения и уважения. Но все же мы пока что тут, на этой земле. Поэтому, повторюсь, Христос для нас является очень важным примером. Вновь послание апостола Павла. Теперь к филиппийцам. Вторая глава с шестого стиха. Павел тут говорит об Иисусе Христе. И он пишет. «Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем в смерти на кресте. Поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы пред именем Иисуса преклонились все колени на небесах, на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь». Я начну от обратного. почему Бог посадил его по правую сторону от себя? Почему пред Ним преклонится каждое колено на земле и на небе? Потому что он смирил себя. Не держался, хотя и был Богом, за то, чтобы оставаться равным ему, но принял образ раба. Он подчинил свою волю воли Отца. Повторюсь. Когда мы говорим о нашем спасении, невозможно не говорить о смирении. потому что, по большому счету, там, где нет смирения, там нет раскаяния. А где нет раскаяния, там нет упрощения. А где нет упрощения, там нет и спасения. Поэтому, дорогие друзья, это самое главное качество, которое мы должны воспитывать в себе. Самое главное качество, которое мы должны воспитывать в наших детях. Самое главное качество, без которого мы не сможем быть в Царстве Небесном. И хотелось бы, чтобы сегодняшнее участие в обряде Вечере Господней оно было ярким напоминанием нам об этом. Пускай Бог нас готовит к этому служению. Я приглашаю вас к молитве. Господь и Бог наш, мы от всего сердца благодарны Тебе за Твою любовь и милость. В первую очередь, Господи, сегодня мы благодарим Тебя за то смирение, которое Ты проявил в своей жизни. Потому что, Иисус, благодаря Твоему смирению, сегодня у каждого из нас есть надежда. Надежда на прощение и на спасение. Мы благодарны Тебе, Боже, за все это вновь и вновь. Но также, Господи, мы осознаем, что это же смирение нужно и каждому из нас. И я прошу Тебя, Отче, преобразовывай нашу жизнь, наш характер, чтобы со смирением, с уважением, с заботой друг от друга, Господи, мы строили нашу жизнь на этой земле. Мы не ищем выгоды. Хотя, читая Священное Писание, видим, что результаты сами собой приходят, когда человек старается так жить. Но мы не ради какой-то выгоды, Господи, но из-за любви. Из-за любви к Тебе, Господи. Просим об этом. Мы будем принимать сейчас символы, которые будут напоминать нам о крови Твоей, о страданиях Твоих. И я прошу Тебя, приготовь каждое сердце для участия в этом обряде. Молитва нашего имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.